здравствуйте дорогие друзья по по ней будем жить она одна из самых емких таких глав торик есть несколько вопросов быстренько давайте кто читал то не читал все равно разберем почему машин все время говорил фараону что давай отпусти мой народ на три дня написано что жизнь вообще продолжение жизни очень вариативно есть точка с которой вышел есть точка в которой точно ты придешь но вот эти вот дорожки да они во многом зависят от тебя как 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 правильно причем именно с духовной точки зрения как правильно и поэтому сказал раб яков каменецкий что если фараон согласился на требования машин и евреи вышли на три дня из египта они бы вернулись и они бы потом еще добывали до 400 лет почему потому что надо было обязательно чтобы они вышли чтобы не опустились на самую же пятидесятую глубину но они могли вернуться такой вариант тоже был если бы не начали издеваться всякие эти фараоны если еще один вопрос если кто читал требует отпустить евреев в разгар нашествия саранчи машин говорит фарону цель исхода он говорит пойдем с кем пойдем с отроками нашими со старцами сыновьями с датильми там со скотом все прям ибо что дальше он говорит праздник бога для нас если кто в торе прочтет там нам можно сказать для нас а почему для нас о чем разговор идет никто не задумывался странная концовка такая вообще вот кто владеет там бизнесом рестораны банкетных залов в израиле они знают что все эти большие мероприятия не такие прибыльные как кажется потому что много не пьют здесь когда я накрываю там в израиле стол то по сравнению с тем спиртным составил у нас раньше киеве это один 10 хотя статистика вообще показывает что очень низкий процент алкоголиков и почему все это очень странно ведь вино занимает самое почетное место в еврейской традиции при обрезании и уже на 8 день после рождения еврейского младенца клубы несколько капель вина то есть первый контакт с алкоголем уже связан с выполнением первой заповеди дальнейшем опыт это так алкогольный закрепляется каждый шаббат еврейский ребенок слышит кедуш благословение на вино немножечко отпевает из бокала папином или своего как-то заведено на исходе авдала и так далее атрибут которого вино тора сама тора написано уподобляется вину вот поэтому знаете все можно повернуть какой ответ здесь и и и на зло и на добро праздники всегда с вином отличаются в пури вообще обязаны хорошо выпить на пасхальном центре дети видят как родители взрослые 4 стакана вина короче да кстати даже рэбэ говорил любавичский рэбэ что есть много связанных глот с вином например улучшающее зрение если ты правильно хорошо делаешь кедуш и авдалу на вино то следует пить немножко от этого кедушного вина а потом окунуть палец в это вино которое сделали помазать им под глазами вот это вот под глазами даже если не отпевает и не делаешь малыш очень помогает ушли в глубину короче еврейский ребенок не боится алкоголем он считает его каким-то там страшным змеем не стремится с его помощью забыться там отключиться потому что все время с ним сталкивается мы не пьем для храбрости вино это средство сближения физического и духовного получения какой-то радости которая приносит исполнение слушать я не просто пью мне творец сказал выпить сегодня рюмку там в отличие от многих других религий да и мне проповедуют аскетизм как средство там при общении к духовности нет никаких монастырей деления на святых мирское там это такого нет никто не говорится что земля это минное поле где физические радости существуют чтобы схватить несознательно и он пропал совершенно другой подход радости мире все создано чтобы человеку было лучше да что они сами не хороши неплохие нейтральны все зависит от того как человек к ним относится если человек становится заложником бесконечного удовольствия там и с утра до вечера есть проблема есть проблема а если он выполняет заповедь радоваться еще немножечко при этом делать маленький лыхаем совершенно другое поэтому маше сообщил фараону важную вещь он сказал что мы собираемся устроить праздник бога для нас для себя для своей радости то есть мы пробудим ту радость без которой вообще нельзя жить человек не может пребывать в печали без конца какие были обстоятельства не были мало того именно радость порождает то чтобы выскочить из всяких неприятностей и поэтому главное еврейский праздник какой он для нас всегда для души и для жизни не зря что мы говорим лыхаем лыхаем это что не напиться для жизни поэтому брахава от слыха больше радости немножко лыхаемой меньше грусти брахава от слыха